Всем привет! Мы на месте. Уже два или третий день пошел, как мы приехали. Сейчас я вам покажу обзор на наш эллинг. Так у нас идет вход. И выход у нас сразу к морю, к первой береговой линии. Это у нас прихожечка. Здесь очень классно, что у нас есть полка для обуви. Это подушка наша. Тут кондиционер, но правда плохо, что и не работает. Везде освещение. Вот так покажу дверь. Пластиковая коляска у нас. Мы живем здесь трое взрослых. Это у нас шкафчик здесь в прихожей. Очень удобно. Это моя шляпа. Вешалочка для всяких вещей. Это стол у нас. Мы здесь обедаем, все прекрасно помещаемся. Трое взрослых, двое детей. Это мы уже венчишкам тут запаслись. Сегодня скупились в магазинах. И здесь диван. На нем никто не спит. Это у нас гостиная, это газона. Холодильник с морозилкой. Стиральная машина, что супер просто, потому что стирки накапливается очень много. Так, на первом этаже у нас душ. Это я там. Понятно, все причиндалы тут. Туалет, бойлер. И все класс. У нас два санузла, и это мега удобно. Дальше здесь такая небольшая кухонька. Сейчас я всех выгнала на пляж. А сама сварю детям и нам тоже поесть. Это у меня суп будет с консервой. С горбуши. У меня уже все готово. Осталось горбуши добавить. Сейчас, может, сбегаю зеленьку. Плеты на сырнике. У нас, так казалось, дети любители сырников. Сейчас намесила тесто. Буду жарить. Правда, не очень удобно. Плита электрическая. Я не очень умею пользоваться. Но как получится, так получится. Чайник, микроволновка. Все кухонные принадлежности. Куча-куча целой посуды. Просто всякие губки, всякие мелочи. Даже сода. Знаете, вот приятно. Приятно. Видно, что с любовью все. Там, вплоть до туалетной бумаги. Это мультиварка моя. Я ее привезла с собой. Так как мы на машине, все очень удобно. У меня картошка тушится. Ну и вот идет такая лестница на второй этаж. Я сначала как-то испугалась, потому что дети. Но она как-то очень построена хорошо. И удобно подниматься. Я думала, что мне с непривычки. Детям. Но дети ее тут только нормально. Так. Здесь у нас вторая комната. Сейчас свет. Павляю, найду, где включить. Но здесь у нас большой-большой бардачелло. Потому что у нас здесь, видите, два дивана. Кресло-кровать. Тут же уже сушилка. То есть бардак. Не обращайте внимания. Чемоданы. Здесь спит сестра с ребенком двух лет. Здесь у нас второй санузел. Вот он. И тоже горячая вода. Все удобно. Телевизор. Дети мультики смотрят. Кондиционер здесь есть. Но мы его здесь не включаем. Так. Здесь столик. Тумбочек много. Вот этих вещей, казалось бы, незаметных. Но все классно. Здесь у нас проходная комната. Шкафы. Здесь и утюг. И гладильная доска. Здесь полотенца всякие. Вот мы развесила вещи уже сестра. Здесь полотенца, простыни. Все, что нужно. Вообще супер. И это вход в нашу спальню. Здесь тоже страшный бардак. Здесь мы с мужем, с ребенком. Тут все валяются. Здесь ребенок. Ну, уже бардак, извиняйте. Третий день живем. Чемоданы. Я как-то вещи не особо распаковываю. И, конечно, ой. Жемчужина нашей комнаты. Это вот такой балкон с выходом на море. Я прям очень хотела почему-то с видом на море и не пожалела. Здесь у нас кондиционер работает, шумит. Сейчас посмотрите. Это же прекрасно. Да, и вот мы выходим в утес. Закроет работает кондиционер. Сейчас подкрасила губы. Лучше бы тогда не делала. Какая-то розовая барбишная помада. Ну, ладно. Сейчас я просто не в том состоянии, чтобы тут что-то краситься. Хотя чуть подкрашивалась с утра. Ездили в дельфинарии. Сбылась моя заветная мечта. Я поплавала с дельфином. Это супер. Я не помню, дышала я в этот момент или нет. Потому что, не знаю, я вышла, у меня такое какое-то головокружение, непонятное состояние. У меня такое ощущение, что я все время, что плавала с дельфином, я просто не дышала. Классные фотки, видео, впечатления. Единственное, ребенок немножко подрастроился, потому что ребенку 4, а дельфинарии пускают именно плавать с дельфинами только с 5 лет. Ну, ничего. Мы сфотографировались, он погладил, вроде как нормально. И сейчас они пошли на море. Я буду, наверное, готовить немножечко и с вами обещаться. Значит, мы живем в поселке Утес. Это Крым между Алуштой и Ялтой. Место, конечно, очень красивое. Даже сам климат. Ни в одном месте, вот я сколько была на море, не ощущается вот именно такой воздух, влажность. Вот какая-то, ну не знаю, супер атмосфера тихого поселка. Хотя здесь все есть. Магазины продуктовые рядом. Но мы были сегодня в Алуште, заехали в такой супермаркет, где, слава богу, принимают карточки. Потому что в основном здесь все наличка. И нам это как-то уже дико, потому что даже в нашем небольшом городе в основном все везде карточками оплачено. И налички практически никогда нет в кошельке. А здесь приходится таскать с собой наличку. И как-то вот это, уже знаете, забытое чувство, хватит, не хватит. Но ничего. И мы съездили в супермаркет, скупились, потому что, ну покупали как-то столовую. Вчера зашли, купили окрошку. Такой окрошки я ни разу не пробовала. Это бы ужас, я не выдержала даже, сказала, хозяйке этого заведения. Потому что я не понимаю, как можно окрошку с вот этим квасом сладким. Для меня это лимонад с огурцами. Вот более или не менее. И в общем как-то съели, и что-то совсем не то. И дети наши напали на сырники. Там как-то все это очень дорого. Два сырника, что-то рублей 40, 50, я не помню. Честно, мы оплачиваем кучу. И мы сегодня скупились так хорошо. Прям вообще цены такие же, как у нас абсолютно. Посмотрели рядом, там, на те же овощи, фрукты и на молочку. Мы поехали, все скупились. И сейчас сварю. А завтра планируем поехать в Ялту, в аквапарк. Потому что единственный минус этого места. Здесь все супер. Жилье я выбрала идеальное. Я не знаю, но во всяком случае для нас. Сестре, может, не очень удобно, чтобы проходная у нее комната. Но, не знаю, нам нравится. И, опять же, по цене. Рядом эллинги. Это эллинги. Называется в честь того, что здесь были такие гаражи для лодок. Они называются эллинги. И теперь вот они строят их. Из них гостиницы. Настраивают этажи. Этажи у нас, не знаю, четырех или пятиэтажных. У нас два этажа. Над нами вход там совершенно другой. То есть мы ни с кем не пересекаемся. Мы здесь одни. Это здорово. И мы платили за июньские дни 2 200 за весь эллинг. То есть не с человека, ничего. Но нам, получается, как бы две семьи. Поэтому мы разделили расходы. Нам получилось очень дешево. А за июльские дни с 1 июля 3 300. То есть здесь прям такая четкая градация. С 1 июля все дорожает. И даже мы завтра планируем поехать в аквапарк. Детям в аквапарке до 1 июля бесплатно. А рост там до 140 сантиметров. У нас как раз такие дети. Поэтому завтра планируем хотя бы на этом сэкономить. Потому что последний день июня. Сегодня 29 июля. Завтра 30. Поэтому отдых нам все нравится. Все супер. Единственное, меня с первого дня расстроило, убило вообще напрочь. Это, конечно, пляжи. Пляж каменистый. Я ободрала все ноги. И, конечно, он не для детей. Но безвыходных ситуаций не бывает. Во-первых, завтра мы поедем в аквапарк. Там они, я надеюсь, накупаются в бассейне. Во-вторых, мы нашли здесь небольшой такой закуточек, где можно более-менее заходить. И дети плавают нормально, все купаются. Я тоже. Потому что вылазить с этих каменюк, там просто весь травмируешься. Ноги, руки. Поэтому единственный минус. Но плюс в том, что на галечных пляжах, конечно, безумно чистая вода. Вчера приплыла куча медуз. Мы их ловили вот так руками. Они просто вокруг кишили. И они не кусучие никакие, а такие просто как слезняки. И, конечно, море бесподобно. Теплое. Мы вчера в 7 вечера купались, выходили и не вытирались. То есть, ну, так тепло. Кругом скалы, море безумное. Вчера мы ходили с мужем на свидание. Нас отпустила сестра была с детьми, а мы пошли прогуляться по набережной вечером. Я вчера впервые накрасилась за эти несколько, там, 5 дней. Не знаю, я выпала вообще с пространства. Мне так супер нравится. И мы ходили прогуливались. Вечерние кафешки тут есть. Цены, ну, нормально. Для кафе вечером вполне, ну, не в 3 дорого. Знаете, не обдираловка абсолютно. Нормальные, адекватные цены. Вот шампур шашлыка 300 рублей. Мы взяли 2 шампура, нет, 3 шампура шашлыка мы ели 2 дня. На ужин этот шашлык и на обед, по-моему, даже ели. То есть, как-то вот прям нормально. И вчера вот съели салат с морепродуктами, там, 240 рублей. Вполне нормально. Прогулялись. Луна здесь безумно красивая. На море играет. Скалы, волны. Все супер. Поэтому жить мы решили все-таки здесь. Мы уже из-за пляжа сначала расстроились. Как-то хотели уже отсюда сматываться. Но потом решили, что жить будем здесь, а ездить. Потому что 20 километров до Алушта мы сегодня очень быстро туда съездили и обратно. Доехали вполне нормально, комфортно. И завтра планируем рвануть в Ялту. Может, что-то еще там. Не знаю, как дети. Потому что все-таки второму ребенку у нас 2 годика. И она, ну, режим. Поэтому не знаю, как у нас получится. С нашим попроще уже, конечно. Он побольше. Поэтому, в принципе, с любыми возрастами. Я очень смотрю, здесь много беременных ходят. И пенсионеры с собачками. И с маленькими прям совсем детьми. И с тремя детьми. Я вот недавно шла. Смотрю, бедная женщина. Здесь крутые очень спуски к пляжу. Идет двое детей. Еще третьего тянет. Еще коляску. Я говорю, стойте, стойте. Я вам подниму коляску. Она, ой, 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 спасибо. Потому что, ну, вот эти моменты, конечно, с пляжем тяжеловато. А так, в принципе, я говорю, сюда приехать стоит ради красот, климата, спокойствия. Мне вообще сначала, думаю, что-то вот как-то мне нравится. Не пойму, что. А здесь нет звуковой рекламы вот этой. Не знаю, как сейчас на нашем побережье. Но здесь нет вот бесконечно морские прогулки. Там вот это вот все. Здесь тишина, шум прибоя. И, может, какая-то музыка небольшая. Но нет вот этих певиц, там, суперталантливых из кафе. Поэтому, в принципе, вообще отличная обстановочка. Такой романтик-романтикович. И с детьми тоже спокойно. На набережную не пускают машины. Но они все равно ездят, проезжают в Эленге. Мы тоже можем заехать на полчаса, выгрузиться. Например, сегодня муж за нами приехал. Мы быстро погрузились. Уехали в Алушту. Приехали опять с Алушту. Подъехали к нашему Эленгу. Конечно, дороги нам непривычны. Большой серпантин. Но по дороге сюда сказка. Я не знаю, смонтирую видео. Может, по дороге отсюда буду ехать, монтировать то, что есть на телефоне. А уже с фотика более-таки видео качественно. Буду, наверное, заливать дома. И мы ехали, конечно, по набережной. Это шикарная природа. Мы хотели поехать отдыхать в Турцию. Но потом что-то нас цены смутили там. И мы поняли, что мы гораздо дешевле отдохнем. И также красоты. Тем более лето. Побудем в Крыму. Потому что мы болели ужасно. И хотели бы именно здесь в качестве оздоровления. Но, тем не менее, развлечений здесь куча. Пожалуйста, вон рядом с нами всякие прокаты машинок и всего прочего. Ну, что только нету. Что душе угодно. Если чего-то совсем не хватает. 20 километров Ялта. Или 30. И столько же Алушта рядом. То есть вообще не проблема. На машине мне понравилось путешествовать гораздо больше, чем на поезде. Потому что ты не привязан ни к расписанию автобуса. Ничего. Проснулись, собрались, поехали. Куда угодно. Вот, поэтому все классно. Сейчас я пойду в магазин. Докуплю. У меня нет подсолнечного масла. И, возможно, какой-нибудь зеленушки в супчики кину. Все. Побежала. Пока. Так что мне нравится. Здесь все супер. И если у вас дети такие немножко побольше. Ну, хотя и с маленькими, говорю, вот здесь на предпоследнем пляже вполне можно зайти. Опять же, на машине очень комфортное место. Прям супер. Мне нравится здесь по климату, атмосфере гораздо больше, чем в Феодосии. И сама здесь колоритная такая обстановка, как называют ее Крымской Венеции. Я сначала приехала, у меня ужасно расстроил пляж. Просто у меня прям до слез. А сейчас привыкла, и мне все уже очень нравится. Вот. Главное найти вот место, где заходить в воду. А так можно ездить и наслаждаться этой безумной красотой. Этими кипарисами. Этими вообще, не знаю, цветами. Гор. Формой гор. Тут, ну, не знаю, куда ни смотришь. Везде эстетическое удовольствие. Так. Все. Буду с вами прощаться. Продолжаю дальше кулинарить, отдыхать и пойду прогуляюсь по набережной. Семейка. Отдыхаете? Я? Не, в магазин. Сейчас, у меня варится все. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok